не секрет что для многих из вас sbrick это прежде всего устройство для управления моделями с помощью смартфонов однако не многие из вас знают насколько широки его возможности на самом деле в этом видео покажу вам что можно сделать с помощью sbrick поехали нервно да мы сделали сын эту машину на олимпиаду по робототехнике в его школе это была свободная свободная тематика творческая категория всем привет вы на канале нет гараж привет я егор а это мой младший помощник захар сегодня мы продемонстрируем вам возможности sbrick традиционные сблик используют только для радиоуправления однако его функциональность гораздо шире мы приготовили для вас произойти умные машины будущего как видите модель не блещет дизайном но цель не стояла сделать супер красивый цель сделать было такой вот корпус который мы внедрили множество функций по сути внутри у нас куча куча связок проводов и разных элементов моторов световых каких-то элементов так далее сейчас мы вам продемонстрируем что это такое машина умеет ездить вперед назад у нее открываются также двери капот а что здесь такое на крыше это солнечные панели здесь используются две солнечных панели из наборов lego education довольно старые наборы к сожалению они не позволяют полностью питать машину в том числе моторы тем не менее они работают для освещения и справляют с этим довольно хорошо машины полностью независимая подвеска задний привод рулевая система машины ближний свет и задние габариты работают от солнечных панелей вот смотрите передние фары сейчас они горят от солнечных панелей захар закрывать панели руками и они гаснут при этом батарейный блок для этого совсем не нужен полностью питается от солнечных панелей теперь вы видите задние габариты красная вот они сейчас погасли у нас студии светло поэтому яркость оценить сложно к слову скажу что двух панелей здесь с избытком потому как одна панель достаточно для питания двух и более пар диодов у машины есть автоматические поворотники а еще есть система автоматического оповещения о потенциально аварийных ситуаций попросту аварийка включается автоматом в некоторых случаях при движении назад автоматически включается фонарь заднего хода всем этим управляет два из брика один из брик обычный а второй с брик плюс причем с брик плюс нужен только для аварийной системы потому как там стоит датчик наклона виду 1 который реагирует на наклоны машины либо резкие торможения клевки и включает сам аварийку и те же самые поворотники задний ход можно реализовать с помощью обычного из брика без плюса так выглядит панель управления машины на экране моего планшета маленькие кнопочки на то они маленькие что на них нажимать не нужно это запрограммированные маршруты сейчас мы покажем как это работает питание у нас где включается тут стоит один липа блок его достаточно для питания моторов и так захар покажи как она движется вперед назад только руку выставить там сразу давай назад вперед для движения используются два мотора которые питают задний привод и сервомотор для рулевой системы так давай покажем захар мы с тобой сейчас как работает рулевая система так покажи захар как работа поворотник сначала в одну сторону на другую вот он может управлять поворотником с помощью кнопок поворотники моргают сами мне достаточно держать лишь кнопку поворотника при этом интервал задается на уровне профиля а может просто поворачивать колеса и поворотники включаются автоматически при работе сервы миша право давай поводить поверни влево это вправо а это влево вот влево их права когда он отпускается слайдер поворота с 30 поворотники отключаются а сейчас я задал условия что при повороте в одну сторону включается один поворотник при повороте в другую сторону соответственно другой то есть они моргают сами не достаточно лишь поворачивать серву теперь покажем как работает аварийная система так как стоит под капотом у нас горизонтально датчик в виду если мы начинаем шатать машину таким образом датчик реагирует на наклоны как видите включилась аварийка при резком клев-кле она тоже может включить аварийку так и последний какой еще вариант у нас может быть например мы наклоняем или вырезаемся да или врезаемся захар давай покажи как ты врезаешься в свою руку только с полным газом едет давай бах так сильно и схватил что от твоего хватания могла включить аварийку датчик наклона виду реагирует на тряску на наклон на резкое торможение или резкое ускорение по сути чтобы не включалась аварийная система нужно стараться ездить плавно и плавно тормозить в верхней части экрана планшета есть красная кнопка красная становится когда включается аварийная система при этом на эту кнопку можно просто нажать и аварийка включится или же она включается сама при выполнении каких-либо условий названных ранее последнее что мы хотим вам показать нет даже не последнее давайте покажем фонарь заднего хода так захар включить сейчас задний ход вот колеса крутится у нас назад и горят задние белые фонари теперь захар включи передний ход в данном случае условием включения фар является вращение мотора в определенную сторону само собой можно фонарь заднего хода включить принудительно таким образом это круглая кнопочка которая загорается голубым цветом можно включить аварийку в тоже автоматически чтобы она не автоматически а вручную работала вот ну и последняя функция которая на самом деле не до конца здесь реализована почему потому что объясню нажми один раз на кнопочку мотор подъема задней двери багажного отсека он настроен так что он работает всего несколько секунд буквально там 3-4 секунды как на открывание так и на закрывание то есть держать постоянно кнопку здесь или держать слайдер для этого не нужно он сам отрабатывает положенное запрограммированное время для этой функции было задано время работы мотора на протяжении пяти секунд при подъеме и при опускании порядка четырех секунд конечно если будет сопротивление открытию крышки двери то за пять секунд крышка может не подняться в этом случае его 3 гораздо умнее потому как там отсчитывается количество оборотов и точное открытие крышки можно запрограммировать определенным количеством оборотов задумка была такая что снизу будет стоять датчик приближения когда я буду подносить туда но ногу или руку дверь будет открываться автоматически как на современных кроссоверах к сожалению это не получилось потому как не удалось настроить датчик приближения виду на срабатывание при очень малом расстоянии то есть он срабатывал практически всегда когда видит землю под колесами поэтому задняя дверь у нас осталась такой полуавтоматической а не как мы хотели это сделать раньше вот такая вот модель еще раз говорю возможности s-brick они очень широки практически все функции касательно света в данной модели были реализованы с помощью обычного s-brick то есть по сути s-brick плюс нужен был только для того чтобы подключить к нему датчик наклона от виду 10 и с помощью этого датчика отслеживать какие-то аварийные нештатные ситуации говоря про покупку и выбор s-brick либо s-brick плюс я скажу s-brick плюс это образовательные продукты он будет интересен больше для каких-то образовательных учреждений которые работали с виду 1 сейчас переходит на виду 2 кстати в скором времени появятся переходники для подключения к s-brick плюс датчиков и моторов ev3 возможно там майнсторм а также виду 2.0 и новой системе power power tab так вот если вы просто домашний строитель так называемый да то есть вы строите какие-то машины технику сложную у вас наверняка нет датчиков виду и покупать их на самом деле смысла наверно нет так вот для большинства нужд на самом деле с брика обычного достаточно у него есть одно важное преимущество перед s-brick плюс это возможность выдерживать напряжение до 11 с половиной вольт s-brick плюс же он построен на другой микросхеме где максимальное напряжение составляет 9 вольт как говорит разработчик поэтому подключать какие-то липы там самодельные так далее к s-brick плюс я не рекомендую потому как вы лишитесь гарантии у меня есть еще одно пожелание она относится к разработчикам допилите наконец уже драйвера для windows 7 для mac os а также сделайте нормальный мануал для составления профилей вот то что я делал здесь в этой модели многие функции я делал без мануала просто методом тыка потому как новые функции программирования маршрутов они в инструкции никоим никоим образом не описаны это конечно большой фейл на сегодняшний день ребята вам нужно сделать нормальную инструкцию для нас все до скорого пока 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 мануал мануал мануал